Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий, как говорится, холиварный вопрос. Как церковь относится к психологии? Как выбрать направление психологии, чтобы оно сочеталось с православием? Как понять, какие книги можно читать по психологии? Вроде бы психология наука о душе, да и церковь вроде бы лечебница душ. И может сложиться впечатление, что у нас есть некоторая конкуренция с психологией. Но нет, мы друзья. Но вопрос был очень правильно задан, потому что в психологии, в отличие от христианства, в котором три направления, направлений, наверное, тысячи, и адекватные, и как-то соответствующие христианская антропология бывают совершенно оккультные по сути своей. Всякие расстановки по Хеллингеру, аффирмации, холотропное дыхание и так далее и тому подобное. Поэтому не всякая служба психологической помощи может принести помощь, часто вред. Я уже молчу про тысячи психологов, выучившихся на каких-то курсах по психологии, для того, чтобы сначала решить свои многочисленные психологические проблемы, а потом решили помочь еще и другим. И опять же, а какое течение выбрать? Сейчас властвуют умами современных христиан психология гуманистическая. Я бы не сказал, что она абсолютно тождественна христианским идеям. В каком-то смысле даже противостоит им, потому что в центре не Бог, а в центре я. И если у меня есть какие-то проблемы, то в том числе и с нравственностью, ты не можешь принять какой-то поступок свой, поскольку он греховен. Гуманистическая психология говорит, да, это все заморочки ненужные. Что ты делаешь, то и хорошо. Поэтому главное принять себя таким, какой ты есть, со всеми своими недостатками, и не слушать токсичных родителей, батюшек, друзей, подруг, которые говорят тебе, так делать нельзя. Все, что ты хочешь делать, то и хорошо. Ух ты, как здорово! Правда, звучит замечательно? Но с христианством не особо сообразуется. Есть такое направление в психологии, как православные психологи. Знаете, предполагается, что эти психологи, обладая христианским мировоззрением, православным мировоззрением, выбирают из всех течений психологии те, которые как-то соотносятся с христианством, с пониманием уделения человека на дух, душу и тело, или душу и тело, если следовать дихотомии, которые не будут поощрять твой блуд, твой эгоизм, тщеславие, самость. Но при этом могут заблуждаться в средствах, которые они используют для лечения душ православных христиан. Поэтому найти хорошего психолога, который не навредит, очень сложно и непросто. Хорошо бы вам перед тем, как искать психолога, поговорить со священником на приходе, может быть, он знает, может кого-то посоветовать. Или в соцсетях, или у себя в городе, в деревне, где вы там живете. Лучшие книги по психологии и лучшие психологи — это психиатры. Или клинические психологи, или психотерапевты, которые обладают помимо психологических знаний, подчеркнутых из каких-нибудь популярных книг, еще и медицинским. Это очень важно. Но при этом не будут сразу вас подсаживать на таблеточки. Вот, попей вот эту травку и успокоишься. Психиатров тоже надо выбирать тщательно. И в свете сказанного хочу порекомендовать вам книги известного французского патролога и психолога Жана Клода Ларше. Они постоянно издаются в переводе с издательством Сретенского монастыря в Москве. Можете посмотреть у них на сайте или купить в их церковной лавке. Написано доходчиво, понятно, ясно. Я читал и рекомендую. Разные темы есть. Можно, конечно, углубиться в антропологию Григория Паламы или купить книгу отца Вадима Леонова, преподавателя того же, преподавателя Сретенско-духовной семинарии. Все это, опять же, можно купить в издательстве Сретенческого монастыря. Посмотрите, что есть в других православных издательствах. Что они рекомендуют? Мне нравится по подростковой психологии, по детской психологии книги Екатерины Бурмистровой. Опять же, в Сретенском монастыре. Это не реклама, просто такой нехороший вкус. Они тоже заботятся не только о духовном здоровье своих прихожан, но и о душевном. Это очень важно. Ну что, друзья, советую вам сохранить наше непростое время не только физическое здравие, но и душевное. Помнить, что кто постоянно занят каким-то делом, кто дает себя людям, свое сердце, свою любовь, сто крат получает взамен, правда, не всегда от того, кому ты эту любовь даешь, в первую очередь от Бога. И из всех сложных жизненных обстоятельств выходит с наименьшими духовными и душевными проблемами. Храни вас Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok